Это ты сейчас сделал замечание нашему шеф-повару? Нет, нет. Я бы в твоем месте так бы не рисковал за тебя, потому что человек лапой смену. Я обычно обжарю. Скажи, пожалуйста, как называется футбольный клуб из Волгограда? Ротер. Отлично. Как зовут главу региона? Не понятия. Отлично. Ты прошла. Хорошо, следующий вопрос. Назови порядок цветов в российском трикалоре. Синий, белый и красный. Окей. Два друга играют в шахматы. Два часа. Сколько играл каждый из них? Два часа. Кто написал «Горе от ума»? Ну, не помню. Назови столицу Бразилии. Не знаю. Назови столицу Белоруссии. Минск. Отлично. С Минска у тебя лучше, чем с Бангладешем. Хорошо. Столица какой страны является Кишинев? Никакой. Или Украина? Ну, решай сама. Хорошо, следующий вопрос. Сколько зубов у человека? Тридцать два. Не тридцать три? Нет. Точно? Точно. Отлично. Ну, еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, в каком году началась Первая мировая война? Первая мировая. Любимый вопрос. Моя мама. Мне кажется, это какие-то отрывки из номера телефона. И мне подсказывает, что уже все, время вышло. Хорошо. Ну, а теперь вопросы, как говорится, второй категории. Здесь можно поразмышлять. Здесь не обязательно очень быстро отвечать. Хотя, как захочешь. Итак, скажи, пожалуйста, у тебя есть директор? Нет. Нет. Ну, в каком плане? Ну, директор, где ты работаешь, я не знаю. Нет. Нет. Все, этот вопрос уже не снимаем. Тогда двигаемся дальше. Итак, поехали. Скажи, пожалуйста, почему люди, когда сердится, курицу называют глупой птицей, а дрочили его петуха животным? Ну, как говорят у курицы, мозг очень маленький, может быть, поэтому ее называют глупой. То, что у нее хаотичные движения, да? Я смотрю, тебе нравятся вопросы с птицами. Тогда следующий вопрос. Почему утконос, а не уткоклюв? Ну, потому что вместо носа уткинник нос. Ну, ладно, хорошо. Еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, какое ухо слышало бы лучше, треугольное или квадратное? Ну, какое у нас есть такое, лучше слышать. Ой, я чувствую что-то теплое. Ой, прикольный, большая тарелка. Ой, тепленькая. Палочки, это что-то китайское, я не хотела, потому что я не знаю ингредиенты. Значит, так. Ты можешь взять ложку. Руками. Руками, легко. Ну, поехали. Ой, это точно нори по ощупь. Можь уже не есть, я понял. Да, но, кстати, я не люблю нори. Да, арахис, но почему-то сырой, не обжаренный. Это ты сейчас сделал замечание нашего, он шеф-повар. Нет, нет. Я бы в твоем месте так бы не рисковал, потому что человек лопает сряду. Я обычно обжариваю, очень вкусно, мне очень нравится. Ну, я вот сейчас не знаю, чья, но нет, это семена. Ну. Жуаньшань хуаньшнашна. Нет. Ну, подскажите, у девочки, у первой был он. У первой девочки? У Лены, у Лены был. Мы только помним, как она ела руками, так же, как и вы. Я просто даже не знаю, это какая-то морская водоросль. Водоросль это, да? Да, это водоросль. Ну, как она называется? Чат-чат. Не знаю. Чу. Чу? Чу? Сейчас было возмущение. Чу! Не знаю. Чуча. Я ее просто не пробовала. Это чука. Чука. Буду знать. И время снимать маску. У меня слезят с глаза. Ой, я тут цепляю. Это просто от радости. И вы получаете оценку. Четыре. Но твердую. Да, так как не угадали орех и не угадали чуку. Ну, да. И того у нас две отличницы, которые сегодня получают десерты от бара шашлыков. Гриль бара шашлыков. Ура! А чем будем кормить? Чем угощать? Десертами. Домашний торт. От гриль бара шашлыков. По итогам конкурса победили две участницы. Лера и Катя. С чем мы их и поздравляем. И гриль бар шашлыков дарит им в подарок десерт. Приглашаем вас всех в гриль бар шашлыков. У нас очень большой ассортимент блюд. Время готовки 20 минут. Очень вкусные десерты. Очень вкусное мясо. Все готовится на углях. Приходите, мы вас ждем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...